Вы думали, владение пикапом это только кайфовый сторис под гуфака вечером в потоке и блютузе, и климат-контроле? Нет, ребята, это еще и постоянная помощь своим друзьям, которым, например, нужно вывести дверь на дачу. Или перевести огромное количество дров. Так, все, я не могу снимать сторис, потому что двери тяжелые. Антоха, ну что, что бы мы делали без братана? Я уже миллион раз думал про пикап, но когда есть у братана пикап... Ах ты ж, ах ты ж, ах ты ж злодей! А с нами едет, знаете кто? Посмотрите, это Зохан, вот ты мой красавчик! Это самый гоночный пес на свете, у него есть инстаграм, я сейчас вот сюда прикреплю ссылочку, вы подписывайтесь на Зохана, и смотри, смотрите, у Зохана есть суперспособность. Пока дайдуешь ему в нос, в этот мокрый, славный нос, он тебя лижет, смотрите. Зохан? Зохан, ну что ты сторис? Не хочет сторис сниматься. Он мокрый, славный, тугой, быстрый, все как я люблю. А мы с Антохой выдвигаемся отвозить двери на дачу. Нормально, нормально, все, никуда не денется. 250 не поедем и нормал. Вадик, ну раз уж ты стал снимать сторис, то можно тебя отмечать в сторис. Смотри, пожалуйста, я купил шпилечки, гаечки, как ты сказал. Купил фитинг, ведь ты мне сначала сказал неправильный купить, а потом знался, что ты неправильный сказал мне купить. И вот я покупаю правильный, Ан-12 на Ан-10, а не на Ан-8 переход. Еще и шубку на турбину купил, на Белугу, Дэйвскую, офигенную. Смотри, вот она, вот она, красивая шубка, красивая шубка вообще. Так, я тебе это все скоро привезу. Вот он, вот он, демон нас обгоняет, смотрите. Просто весь тюнинговый автомобиль, братан, не могу гнаться за ним, жму в пол, не могу. Чак, помолчи. Это для тебя ограничение скорости, а для демона нет ограничения. Смотрите, два антистатика, два антистатика, спарковские брызговики. Спереди омывайки бачок, смотри, где. Блядь, он сверху в космосе, самотеком, самотеком. А зеркала, 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 зеркала от Нивы, от Нивы зеркала. 21 регион, вот смотрите, это же просто кладезь, таких машин же уже нет, это же просто. Чувак, а ты смотрел на особенности национального автоспорта? У тебя диогрик просто, смотри, какая арматуренная. Да, да, а потому что у него жопа просила, когда он нагрузился слишком много. Это усиление жопы. Да. В общем, что вы понимаете в автомобилях, ребята? В общем, мы тут на обратной дороге заскочили на базу отдыха на озеро Круглое к Грехе Талдыкину. В общем-то, местечко очень уютное, как видите, гостеприимное. Очень, очень уютная база отдыха. Здравствуйте, а можно у вас заселиться на пару часиков? Не ждут нас, странно. Удивительно странно. Такой, знаете, вот припятский такой уют, припятский уют, знаменитый. Такой чернобыльский дизайн. В общем-то, вот такие места в Подмосковье есть. Очень круто, но очень жутко. Антох, там есть места свободных, братан. Давай в следующий поедем. А вон Грифы, кстати. Поехали. Вот так вот здесь выглядит все. Очень круто, что здесь никого нет. Это так круто. Я так обожаю такую погоду, когда никого нет. Идет мелкий моросящий дождь. Озеро Зохан. Ну, побегай, красавчик. Кайфани. Зохан, барьер. Барьер. Оп. Барьер, Зохан, барьер. Клево. Ой, какой же ты клевый. А еще можно так. Зохан, ползи. Барьер, ползи. Барьер. Красавец. Зохан, ты мне нравишься. Зохан, налево. Короче, если у вас есть в друзьях экстремальные стандрайдеры, и они вам говорят, просто приедь на озеро, там поболтаем, то подумайте 10 раз, потому что, возможно, вас первый раз сразу же сходу поставят на вейкборд. Пацаны, а это не больно? Не, не, не. На что я ввязался? Я просто помог тебе двери довести. Короче, ребята, я сейчас поеду, сразу же врываюсь на вейкборд сходу на озере Крух. Ни разу не ездил на этой штуке. Надеюсь, не разогнусь. Как вот это вот просто вот произошло, все, можно ехать. Кофеечек. Спрыгнуть слегка за тягой. Спрыгнуть слегка за тягой, Антоха Малышев. Я следующий. Ну ты-то ездил на этой штуке, Антоха, а я? Я снимаю, да. Оба-на, нормал. Короче, я развалюсь прямо на входе, на постановке. Блядь, круто как. Зохан. Ты тоже в теме, нет? Не, Антоха-то ладно, он кноубордист. Блин, как прикольно. Готовится к первому своему ролли-статку. По погружению. Ну, возможно, и по погружению. В общем, выдали мне вот такой вейкборд, шлем. Безопасность прежде всего. Слава сейчас будет обучать. Ты готов? Я. Я хочу подтянуть ногу, она уже не работает. Ничего страшного. Соберись. Братан, самое главное, не как Эрик да видеть. Привет Эрику. А Эрик что, катался на вейкборде? Короче, мы приехали снимать какую-то хуже. Житкэмп. Это было вообще... Ирик, короче, поднимался на сапборде. А потом я увидел видос, как он двигает на волне. Так, еще раз, смотри. Я стою. Пошла, пошла, пошла тяга. Руки начали подниматься. И вот в момент... Братан, самое главное, думай, что у тебя получится. Вот это больше... Я верю в это. Влияет на все. Если он в сапборде катался, то получится. Братан, помни о том, что ты хочешь поехать, а не упасть. Поехать. Едем, не бойся. Она сейчас натянется, и тебя потянет. Давай, оп. Еееееее. Вот, нормально, нормально. Пошли уже разные... Это было неплохо. Так, с воды будет легче. С воды будет легче. Как, куда держаться? Пошел, пошел, молодец. Теперь угла давай, угла, угла. Мне сразу инструкцию дать, а не размотать меня, блядь, сначала по всему озеру, блядь. Озеро Белое. Никита Шиков возвращается с зачетного круга. В этот раз на вейке возвращается. Но лебедка здесь реально нормальная. Валит. Сколько, говоришь, Гриша километров в час вызывает? 33. 33 километров в час. Потому что дрон не может угнаться, да? Это на... Это на... Тайвань, ну здесь какая-то. Нормальная. 33 километра в час на постановке. Никита... Никитас, давай дрифта, ну. Молодец. Что я тебе хочу сказать? Хорошо. Если у меня еще упор ли не... Выйди, держи коленки. Не-не-не, перевернись на живот. Давай я тебе расскажу, как ты поедешь. Шико спустя 12 минут. Давай, Никитас. Уверенно. О, хорош. Красава. Да, да, да. Красава. Уже даже вышел. Спокойно вообще. Спокойно вообще. Спокойно. Блин, пацаны, это так круто. Это вообще... 12 литров воды, которую я выпил, не что. Я их сейчас же верну. Смотрите. Ну, давай, рассказывай. Это вам не дрифт. Надо дергать ручник и держать обороты. А здесь надо пытаться выжить. Ну, что его маленький любитель истории. Он завтра расскажет, как он себя с утра чувствует. Да, Никит? Бля, я выпил 7 литров.